В предыдущем видео мы побывали в Сан-Паулу, а после поехали в самый туристический город Южной Америки, Рио-де-Жанейро. Первым делом поднялись к знаменитому Иисусу на 700-метровую гору Каркавада. Эта статуя признана одним из семи новых чудес света. И паломников к этому чуду хоть отбавляет. Каждый год статую посещают около двух миллионов человек. Не могу поверить, что я здесь нахожусь. Тут очень круто, прям не хочется отсюда уходить. Здесь потрясающий вид, особенно сейчас такая погода. Она хорошая, но немножко с облачками. И из этого вдали такая небольшая дымка, летает вертолет, лынь здоровая. Тут очень круто, мне тут очень нравится. Только что застали здесь церемонию крещения младенцев. Из этого просто целое шоу сделали, потрясающее. Субтитры создавал DimaTorzok Пришло время посетить вторую главную достопримечательность Рио – Сахарную голову. Дорога на нее состоит из двух этапов. Сначала нужно попасть на гору Урка. Это можно сделать на канатке или пешком. Мы поднимаемся на какую-то Урку, чтобы потом от нее поехать на кабинке до Сахарной головы. Здесь всякие обезьяны должны быть, всякие змеи. Пытаемся их найти, чуть не получается. Сейчас мы сядем на кабинку канатной дороги и поедем вот сюда, на Сахарную голову. Ты знаешь, почему эта гора называется Сахарная голова? Вообще без понятия. У меня есть до этого гид. Потому что ее форма напоминает засуд для хранения тростникового сахара. Когда португальцы здесь покупали сахар, они хранили его вот в таких засудах. И по-португальски это называется «пауда цукар» – сахарный хлеб. А по-русски – сахарная голова. Мы завидуем птицам Рио. Ведь с высоты – это самый красивый город в мире. Свет, позади тебя какая-то интересная лестница. Ее создал местный художник, который был, как говорят, немножечко сумасшедшим. Тем не менее, это позволило ему создать великолепную лестницу. Он начал с того, что просто утрасил плитками свой порог и не смог остановиться. И дошло до того, что он целую улицу вымастил плиткой. Это вошло в традицию, и сейчас здесь можно встретить плитки со всего мира, в том числе с Ростова-на-Дону. Плитка с Аляски, а это из Голландии. Вот посмотрите, как мало людей здесь на верху лестницы. И, по сути дела, вся лестница практически пустая. Довольно легко сделать фотографии. А сейчас давайте посмотрим, что творится внизу. Невозможно сфотографироваться. Как обычно, не следуйте за толпой, идите своим путем, ребята. Ребят, как вы думаете, что это? Это, казалось бы, это очень похоже на какую-то трубу химзавода. Или, например, на резервуар с водой. Но на самом деле это католический храм, построенный в современном стиле. Автор еще сказал, что он хотел объединить форму майянской пирамиды и католического храма. В общем, получилась в итоге заводская труба. Давайте ее посмотрим внутри. Если снаружи это какой-то монстр, то внутри это прекрасный ангел. Знаете, я здесь посидел минут 15-20. И тут особая энергетика. И знаете, что здесь самое классное? Это акустика. Как будто бы настраивать на определенный лад. И немножко прочищает. Здесь очень классно, мне кажется, просто посидеть и подумать. Какие впечатления от города? Ты прошлась уже по центру минут 15-20. Скажи. В Рио-де-Жанейро, ребят, я не видела на самом деле города грязнее и вонючее. Кто-то жалуется, что Паттайя в Таиланде очень грязная и вонючая. Мы просто не были в Рио. Чтобы понимали, мы сейчас шли по тротуару, воняло так жутко, что невозможно было дышать. А если бы вы посмотрели, там стоит столб фонарный, возле него куча какашек. Не собачьих, ребят. Рио очень красив с воздуха, но внизу он просто ужасен. И самая правильная стратегия, это просто садиться в такси, приезжать на достопримечательность, выходить из него и опять потом садиться в такси. Все, не гуляйте по этому городу, ребят. Да, тогда у вас какое-то будет более положительное впечатление. Причем эти какашки, это не фавелы, это самый центр города, где куча достопримечательностей. Тем не менее, ходить здесь крайне неприятно. Вот такой красивый переход. Знаете, он, наверное, был очень красивым, когда его открывали. А сейчас Света даже не может в нем находиться. Сюда нужно пускать, только выдавая противогазы вначале. Просто ребята, видимо, посидели, пивка вопили, выпили кейс Ханникина и ушли. Причем тут же посрали, поссали. Эти рисунки на стенах считаются самым большим граффити на Земле. Рисунки сделали к Олимпиаде в Рио. И они, как пять Олимпийских колец, означают разные части света. Его можно посмотреть, кстати, пока едешь на трамвайчик. Трамвайчики, смотрите, современные. Тут, знаете, такой постоянный контраст. Идешь, какие здания красивые. Ты такой, вау, как круто. Потом чувствуешь, что-то подванивает. А, так ты в подземный переход зашел. Просто на сторону, на сторону. Думаешь, господи, как отсюда убежать быстрее. Выходишь, набережная красивая. Думаешь, вау, какая красивая набережная. Ты смотришь рядом, ты в парке. А в парке сзасран. Проходишь еще где-то буквально полчаса, да? Идешь, попадаешь на какую-то пати. Здесь все танцуют, все хорошо, у всех все классно. Идешь граффити, снова санье, снова сранье. Потом снова граффити красивое. Был момент такой смешной. То есть мы подходим к музею искусства. Думаю, сейчас мы зайдем в него. И просто стоит товарищ, такой большой, такой. И исправляет нужду прямо на кассу музея современного искусства. Мне кажется, что вот не успели мы его заснять, но это прям символично. Как люди тут относятся вообще к исправлению нужды, к музеям. В общем, шок. Так вот, шок, это по-насу. Мы зашли в Коквей в центре города. Это кокосовый ледяной торт. Пациент сказал, что это очень хороший выбор. И сегодня он даже два таких кусочка заберет своей маме. Пишут в интернете про этот торт, что это вкус детства у бразильцев. Давайте посмотрим, что там внутри. Разбаковка торта. На улице такая жара, что ледяной торт, я думаю, это самое вкусное, что мне сейчас нужно. Ммм, что-то типа между кокосовым пироженом и кокосовым мороженым. Прохладненькое. Вкусный кокосовый вкус. Кокосовая стружка сверху. Все очень, очень я довольна этим выбором. Мы находимся в ботаническом саду, который основали в 1808 году. Местный король забрал земли, которые принадлежали оружейному заводу, и основал здесь ботанический сад. Это дерево называется Пау Бразил. Именно в честь него Бразилию назвали Бразилией, потому что в свое время отсюда вывозили в огромных количествах это дерево. Почему называется Бразил? Потому что в португальский это как-то переводится типа горячие угли, потому что его древесина красного цвета, как горячие угли. И из него производили краску. Прямо за мной вы можете наблюдать одно из старейших зданий Рио-де-Жанейро, построенное в 1576 году. Следуйте за мной. Этот красивый пруд в 1824 году выкапывали силами рабов. А это тот самый директор ботанического сада, который заставил рабов копать в пруд. А за этим самым столом прямо возле озера два португальских короля наслаждались прохладительными напитками. Что здесь классно? Здесь много разных интересных деревьев, экзотических для нас, много разной зелени, но самих цветов тут практически нет. Оранжерея с орхидеями закрыта. Розарий это, ну это просто одно название, не розарий, как бы смешно. Когда мы были в Грозном, там возле мечети, в Шали, рос гораздо больше, более красиво, хотя там не ботанический сад. Сюда стоит приехать, но не ждите здесь какого-то буйства цветов именно. Здесь больше буйства деревьев. На контрасте с этими бомжами, которых я вчера видел постоянно, с этой войнью, я вот просто после этого сюда пришел и как будто в рай попал. Купили билеты на карнавал. Видите, написано 28 февраля, потому что он планировался на февраль, но из-за коронавируса его перенесли. Я выбрежу Грозона, потому что мне пришлось заплатить за один билет 170 долларов. Купили мы два билета по 170 баксов. И непонятно, что из этого выйдет. Организация карнавала на высоком уровне. Никаких очередей, бесплатная питьевая вода, чистые туалеты, можно купить еду и напитки. Мы купили билеты в один из самых дорогих секторов. Тут было безопасно и просторно. Более дешевые трибуны забиты людьми. Карнавал – это не бесцельный парад, а конкурс местных школ самбы. Он длится несколько дней и у жюри есть много критериев оценки. Тематика, костюмы, музыка и даже организованность шествия. Выступления начинаются в 10 вечера и длятся всю ночь. Так что до конца выдерживают немногие. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После яркого Рио-де-Жанейро мы отправились в штат, который принес Бразилии сказочное богатство. В следующем видео мы посетим золотые шахты и колониальные города штата Мино-Жирайс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые видео. Мы все больше узнаем Бразилию и прямо сейчас пишем маршруты по этой огромной стране. Заходите к нам на сайт, возможно, они уже готовы. Это были Лев и Света Арамилева. Увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok